И сейчас к рабочему графику президента Владимир Путин сегодня в Нижегородской области, а точнее в городе Саров, где находится Федеральный ядерный центр. И не случайно, что именно на базе НИИ, экспериментальной физики, глава государства провел совещание по ситуации в Уссолье-Сибирском. Уже два года в Иркутском городе действует режим ЧАЭС из-за утечки ядовитых промышленных отходов. Ликвидация изгрязнения занимается в том числе и Росатом. Сегодня глава госкорпорации предложил президенту о промежуточных итогах этой работы. Первые выводы у Анастасии Ефимовой. Посещение Российского федерального ядерного центра и осмотр разработок предприятия. Один из пунктов программы рабочей поездки Владимира Путина в Нижегородскую область, где главу государства, я напомню, ждали накануне, но из-за нелетной погоды визит пришлось перенести на четверг. Глава государства приехал в Саров, где возложил цветы к бюсту академика Юлия Харитона, одного из авторов атомного проекта «Трижды героя социалистического труда». Также в Доме ученых в главе государства представили проекты цифровые решения госкорпорации «Росатом». Причем касаются они самых разных областей, от наукоемкого моделирования до управления предприятиями и производствами. Ну а после в режиме видеоконференции президент провел совещание по экологической ситуации в Уссолье-Сибирском. Ситуации серьезной и неординарной. Масштаб проблемы потребовал оперативного подключения и федеральных органов власти. По итогам совещания мы тогда с вами приняли ряд решений, как неотложного, так и системного, долгосрочного характера. Прежде всего, должны были быть реализованы меры, связанные с обезвреживанием опасных объектов и защитой людей, обеспечением бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранением занятости для работающих здесь, на этой территории, предпринимателей, ну и просто работников, граждан, которые проживают. Затем, как мы и договаривались, необходимо будет провести плотную работу, такую серьезную работу по слаженную, по ликвидации опасных объектов, качественную очистку необходимую, рекультивацию загрязненных земель и водных источников. Сейчас все работы в Усолье-Сибирском идут по плану и даже с опережением графика, но параллельно с решением этой проблемы нужно еще и сделать все возможное, чтобы аналогичные ситуации не повторялись впредь. Выполнено еще одно ваше поручение, Владимир Владимирович. Мы подготовили предложение по внесению изменений в законодательство, рассмотрели в правительстве концепцию таких изменений. Из чего мы исходили? Мы исходили из необходимости закрыть лазейку для собственников предприятий, чтобы они не бросали такие промышленные площадки, на которых имеется накопленный вред окружающей среде. Сейчас ведомство завершает подготовку соответствующего законопроекта, и до конца года он будет внесен в правительство. Что предусматривается в этом законодательном акте? Первое. Мы предусматриваем, что без заключения Росприроднадзора эти объекты нельзя исключать из реестра опасных объектов. Если имеется накопленный вред окружающей среде. Второе. Эти объекты нельзя делить, если они учтены как единственный недвижимый комплекс. Нельзя делить на отдельные здания, на отдельные сооружения, на кучу, на огромное количество маленьких земельных участков. Мы с этим столкнулись на площадке Уссули-Сибирского. И последнее. В отношении собственников нужно устанавливать ответственность, финансовую ответственность для ликвидации накопленного вреда. Даже если такие собственники, мы с этим тоже сталкивались на этой площадке, не являются причиной накопления такого вреда окружающей среде. Возвращаясь к ситуации в Уссули-Сибирском, то ключевая роль в решении поставленных системных задач на этой территории возложена на Росатом, который получил полномочия единственного поставщика по всем работам на территории. Создана общественная приемная, работа на регулярной основе. Созданы электронные носители, информирующие в ежедневном обновлении о прохождении работ. И создан вместе с руководством Иркутской области, очень важно здесь подчеркнуть роль области, роль региона, общественный совет. В него вошли представители общественных организаций, экологи. Он работает под кураторством Общественной палаты Российской Федерации. И последнее заседание Совета буквально прошло на этой неделе. Очень высокий интерес у общественности, у населения к проведению работы. Но, мне кажется, все-таки мы максимально открыто действуем. И такая тревога, она сменяется, в общем, пониманием того, что эта задача будет решена. Как подчеркнул президент, принципиально важно, что на сегодняшний день возможная угроза жизни и здоровью жителей у Солья-Сибирского снята. Самые опасные объекты ликвидированы. Но работы впереди еще очень много. За этот короткий период времени все подключились органы власти, всех уровней к этой работе были привлечены специалисты, ученые, экологи. И вот такая слаженная совместная работа действительно дает определенные результаты. И в чем они заключаются? В том, что локализованы и ликвидированы самые опасные объекты. Это, конечно, самое главное. Предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии. Последствия могли бы быть непредсказуемы на вопросах. По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы. Вот это, конечно, самое главное. Глава государства потребовала от подчиненных держать ситуацию на постоянном контроле и ни в коем случае не снижать набранный темп решения экологических проблем, и не только в Усолье-Сибирском. Социально-экономическое развитие Иркутской области президент, как стало известно во время совещания, обсудит с главой региона Игорем Кобзевым в рамках отдельного разговора. Ну а с губернатором Нижегородской области Владимир Путин провел рабочую встречу в четверг среди ключевых вопросов ситуации с распространением коронавируса. Анастасия Ефимова, Вести.